Наименее ревнивый знак зодиака, ревность может распространяться на все сферы нашей жизни, отношения, карьеру, богатство, дружбу. И для некоторых из нас ее хватка очень сильна. Мы постоянно сравниваем свои достижения и материальные ценности с другими, и жаждем того, что есть у них, а не у нас. В романтических отношениях эта черта может быть особенно токсичной, вызывая у партнеров собственничество и недоверие. Однако есть люди, которые редко испытывают чувство зависти. Они идут по жизни уверенными в себе и в своих отношениях. Оказывается, это может быть связано с астрологией. Далее рассказываем о наименее ревнивых представителях зодиака, от спокойных и собранных до по-настоящему доверчивых. Рыбы. Наш список открывают рыбы, знак, представители которого находятся в двух лагерях, либо они чрезвычайно ревнивы, обидчивы и чувствительны, либо очень альтруистичны и милосердны. Развитые рыбы никогда не делят мир на друзей и врагов. Они считают, что весь мир – это их огромная семья. В отношениях этот знак придерживается подхода, не требующего ревности. Рыбы могут искренне считать, что партнеры должны принадлежать не друг другу, а окружающему миру. Вы никогда не застанете их с надутым лицом, потому что их партнер болтает с барменом или помогает бывшему в беде. Вместо этого они присоединятся к разговору или предложат поддержку. Близнецы. Этот знак руководствуется скорее разумом, чем эмоциями. Поэтому хотя ревность для них существует, она не является сильной. На самом деле они не ревнуют, и с ними можно обсуждать все, что угодно. Самое главное – показать им разумную сторону обсуждения. Например, если вы хотите затронуть тему открытых отношений с близнецами, то лучше начать с объяснения ситуации и показать, что вы оба можете получить от таких отношений. По крайней мере, они не будут бросаться в драку, а внимательно выслушают вашу идею. Лев. Этот знак временами испытывает чувство ревности, но легко сдерживает эмоции. Король небесных джунглей. Лев точно знает, что он привносит в любые отношения, и не боится уйти, когда другая сторона ведет нечестную игру. Флирт с кем-то другим станет испытанием для непоколебимого чувства верности этого любвеобильного знака, но в отличие от других знаков. Вместо того, чтобы реагировать, создавая ненужную драму, он просто уйдет. Гордый лев достаточно уверен в себе, чтобы знать, что он привносит в отношения, и знает, что найдет другого партнера, который будет ценить его в полной мере. Это относится и к достижениям. Лев, которым управляет солнце, понимает, что его свет никогда не затмевается другими. Рак. Этот знак движим своими эмоциями, но ревность обычно не входит в их число. Рак может показаться маловероятным соперником, но уверенный в себе рак любит видеть победу своих друзей и семьи. Их заботливая, сострадательная и воспитательная натура, несомненно, делает этого краба самым большим болельщиком среди всех представителей зодиака. Рак пошлет вам цветы, когда вы получите повышение, посетит каждое мероприятие, предшествующее вашей свадьбе, и организует спа день после рождения вашего ребенка. Их не волнует, что ваша материальная ценность выше, чем их, лишь бы они видели, как вы процветаете. Всегда приятно, когда этот знак на вашей стороне. Водолей. Этот знак позволяет людям, романтическим партнерам, материальным ценностям и успеху приходить и уходить, когда им заблагорассудятся, без всякой привязанности. Поэтому неудивительно, что его представители редко ревнуют. В отношениях водолей больше всего ценят свои духовные и интеллектуальные связи и довольно открыты для экспериментов, таких как свободное отношение и свингерство. Конечно, у них могут быть вспышки ревности, но это не означает, что водолей в ярости или что у него сработало чувство собственности. То же самое верно и в их неромантической жизни. Водолеи ценят сообщество и будут с радостью поощрять и праздновать своих людей. Водолей слишком занят созданием своих собственных возможностей, чтобы иметь достаточно времени для беспокойства о чужих. Более того, они чаще всего становятся жертвами ревности. Стрелец. Зависть – чуждое понятие для стрельцов. Обуреваемые амбициями, стрельцы не могут не радоваться чужим достижениям. В то время как другие знаки закатывают глаза и называют это везением, стрелец точно знает, как усердно вы работали, и считает это вдохновляющим. Вместо того, чтобы вызывать ревность, ваш успех чаще всего вдохновляет стрельца на достижение собственных целей. Их склонность к ревности распространяется и на романтические отношения. Когда у стрельцов планеты Венера находятся в знаке Козерога, они склонны к моногамии. Но если это не так, они находятся в постоянном поиске новизны, и любовь не является исключением. Отношения на расстоянии вполне подходят этому знаку, если только общение ставится во главу угла. Ваши отношения должны быть полны взаимного уважения и равенства. Если вам что-то позволено, то и они должны иметь возможность делать то же самое, и наоборот. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движения планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.